Друзья, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать, как быстро и легко делаются вот такие вот интересные мормышечки, на которых я ловлю давно. Мормышечки с подвесным грузиком, что в свою очередь позволяет нашему крючку оставаться подвижным и дополнительно привлекать рыбку. И хочу заметить, что на такие мормышки со свободным крючком, с подвесным грузиком, рыбка намного лучше ловится, чем на мормышечке паянные. И при этом изготовление таких мормышек с подвесным грузиком занимает очень мало времени. Эти 10 мормышек я сделал всего за 5 минут. А себестоимость этих мормышек вообще копеечная. Все мы знаем, что мормышки это расходный материал, особенно когда мы ловим в зарослях, в корчах, в опавших ветках, там где рыбка и любит прятаться. И бывает за одну рыбалку на водоеме отрывают до десятка таких мормышек. Но при этом радует их копеечная цена, что позволяет эти мормышки бросать в рыбные места, там где рыбка стоит. И при этом получать максимум удовольствия от рыбалки. Итак, для того, чтобы сделать нам такие мормышки, нам понадобятся грузики-дробинки разных калиброванных размеров. Я в основном использую грузики 0,17, 0,26 и 0,38. Для ловли пассивной весенней рыбы самые классные подходящие веса. Также нам понадобятся хорошие остренькие крючки маленького размера. И, друзья, самое главное это соединить теперь грузик с нашим крючком. Нужно использовать очень хорошую прочную проволоку, которая не будет ржаветь в воде. И при этом показывать хорошую разрывную нагрузку. И для этого я использую вот такие вот шланги для подключения воды к крану. Буквально одной вот такой вот шлангочке хватит вам на всю жизнь рыбачить. Здесь очень хорошая тоненькая проволочка, которая используется в плетении. При этом она не сильно поддается коррозии и очень хорошо показывает себя на разрывных нагрузках. Друзья, делается все очень просто и легко. При помощи минимум инструментов берем проволочку, откусываем одну. Достаем грузик, который нам нужен. Проволочку сразу изгибаем напополам. Надеваем крючочек. Придерживаю пальцами возле крючка. И пару оборотов закручиваю проволочку. Оступаю примерно пару миллиметров и откусываю. И вот такая символическая резьба на этой проволочке будет хорошим стопором служить, когда мы будем зажимать ее в нашем грузике. И теперь для удобства я сразу помещаю нашу дробинку в инструмент. И без всяких супер кольев, без всего, вставляю проволочку в разрез дробинки и поджимаю. Все. Наша мормышечка с таким вот подвесным грузиком готова. Все очень миниатюрное, но суть, я думаю, вы все поняли. Именно таким макаром я делаю те мормышки, которые мне нужны с разными грузами. Давайте еще раз я покажу, чтобы всем было понятно более крупным планом. Откусываем проволочку. Слаживаем ее напополам. Теперь одеваем на эту проволочку крючочек. Придерживаю сам крючочек, чтобы он не проворачивался. И делаю пару витков, закручивая проволочку. Создается такая вот резьба закрученная. И теперь оставляю пару миллиметров этой резьбы закрученной и лишнее откусываю. Беру дальше дробинку. Единственное, выбирайте качественные дробинки, не берите там самые дешевые. Чтобы был хороший прорезь в дробинке. И теперь в эту прорезь вставляю проволочку. Вставили и поджали. Все. И друзья, вот так вот быстренько, буквально за одну минутку, наша мормышечка с подвесным грузом готова. Такими мормышками не я один пользуюсь. Пользуются ими уже давным-давно все мои друзья. Она намного уловистей, чем пайные мормышки. И друзья, надеюсь, такое видео вам будет полезно. Применяйте такие вот шлангочки, не выбрасывайте. Здесь очень хороший материал, который можно в дальнейшем использовать. Друзья, благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, изготовление таких интересных и уловистых мормышек вам понравилось. Кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь на мой канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И до встречи.